Она по очень удивительное место, его зовут Жемчужины, курорта. И вот Вероника подтвердит меня, что она там вообще была в восторге от условий. Красота такая была там, наверное, цветов столько, воды столько там, бассейны будут. Ну вообще, Валерий Александрович, таких городов больше нету. Я говорю, ну что ж, нету, привыкай, как люди умеют жить. Во-первых, история этого пансионата началась 11 лет назад. Там Ленин Шигла, был такой предприниматель, он скупил землю и решил построить там Карловы Вары. Потому что люди приходили, приезжали, как в Карловых Варах. Конечно, спортивные успехи у нас совсем хорошие, но тем более Вероника у нас участвовала в трех турнирах. Это классика. Набрала сколько очков классики? Три с половиной. Три с половиной очка. Потом бы быстрые шахматы были. Сколько там выбрала? Четыре. Четыре очка. И в близ турнире? Три. Три. Вот. Но в общей сложности по всем тем турнирам Вероника набрала 10 очков. Это очень здорово. У нас она стала рейтинговой шахматистской. Второй рейтинговой шахматистской в городе, плюском. Так что это большие достижения. Там приезжают люди без рейтинга. Что она уже уехала с рейтингом? Это что это значит? Это вот я играю, допустим, с пятью человеками. У них есть свои коэффициенты. И эти коэффициенты идут мне. Вот и называется рейтинг. Мне очень понравилось в Анапе. Там очень красиво. Я не видела больше никакого города красивее Анапы. Там были... Было очень хорошо. Мне понравилось. Там был бассейн. Были красивые клумбы. Был хороший шахматный турнир. Были очень трудные соперники. Я старалась занять призовое место. Мы не первый раз участвуем. Ну, вообще, год назад я участвовал, ездил с братьями Данииловыми. Тоже здорово там было. Там пять раз питание. Ну, конечно, дороговато. Очень дороговато. Ну, честно говоря, способ так и не нашел. Я думаю, кто там поможет. Но никто в городе не решился помогать шахматистам. Это, конечно, печально.